Интеграция системных и пользовательских приложений. Перейдем в каталог с нашими программами. И здесь видим, что все они упакованы в специальные аддоны. Системные отделы папкой Service. Здесь есть также папка Temp. Она нужна для программ, которые еще не обработаны для интеграции. И начнем добавлять системных. Так как установка имеет свою последовательность, и рекомендуется начинать установку именно с них. Перейдем в наш программ онлайн. И в окне исправлений и пакета обновлений их добавим. Первый добавим Microsoft Installer 4.5. Это последняя версия установщика. Здесь он идет обычным файлом обновления. И в нем есть ключ Integrate. Поэтому просто добавляем. Чтобы увидеть этот ключ, нужно запустить этот файл с параметром справки. Для этого заходим, копируем путь. И в пуск выполнить. Путь я беру в кавычки. Так как в нем есть пробелы. Слэш знак вопроса. И запускаем. Здесь видим варианты запуска этого файла. И также есть ключ Integrate. Далее добавим NetFramework в нашу сборку. Следующая по списку у нас мультимедийная библиотека Girex. Также добавим два флэш-плагина для браузеров Firefox и Explorer. И также добавим Silverlight, Java Room Time и Qtime. Еще добавим Microsoft Visual C++. Эта библиотека не поддерживает прямой интеграции, но поддерживает режим техноустановки. Поэтому сделаем наш первый аддон. Для начала установим программу AddonMaker. Перейдем в наши инструменты. И запустим установку. Здесь все по умолчанию. Теперь запустим AddonMaker. Из настроек здесь нужно убрать Compress 7-Zip. Так как если этого не сделать, то мы сделаем аддон без ключей тихой установки. Следующий укажем путь к нашей программе. Зайдем в наш проект. Папка Temp, Visual C++. Далее инсталляционный файл. Выберем наш файл. И следующее должно указать ключ тихой установки. Для этого копируем аналогично адрес к этому файлу. Меню Пуск – Выполнить. И запускаем с параметром справки. Ключ называется Queue. Установка без вывода информации на экран. Можем его сразу проверить. Для этого вместо команды справки укажем ключ Queue. Запускаем. И видим, идет установка без вывода каких-нибудь окон. Значит, ключ правильный. Так его и запишем. Queue. Далее скопируем название этого аддона. И его сохраним. В папке Service. Есть, сделали. Также не забудем сделать аддоны для Internet Explorer 8 и Windows Media Player 11. Немного с их обновлениями. Также само переходим только в папку Security. Critical Updates. Internet Explorer 8. Ок. Выбираем наш файл. И по аналогии сделаем Узнаем наш ключ Тихой установки. Так, тут Название И команда Справки. Здесь нас уже интересуют два ключа. Ключ Queue и ключ NoRestart. Не выполняю перезагрузку. Запишем их. В поле Title Скажем понятное нам название. Скопируем и сохраним. Есть, сделали. Теперь для обновлений. Здесь такие же два ключа Quid и NoRestart. Здесь только допишем название обновления 971 и сохраним. И сохраним. И последний. скопируем. Скопируем. То же самое для Windows Media Player. Переходим к отволу Security Windows Media Player Узнаем ключ. Ключ Здесь ключ отличается ключ Q Так, здесь Windows Media Player. Так, здесь Windows Media Player. Сохраняем. 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 Теперь для обновлений. ОбновленияƯ Сохраняем. 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 Вкажем наши файлы. Ок. Visual C++ можно поднять повыше. Где-то возле Net Framework. Ок. Теперь перейдем к пользовательским программам. Поднимаемся выше. И наши готовые аддоны выделяем и добавляем. Почти все эти программы с поддержкой русского языка. Поэтому меня в них все устраивает. Единственное, что я хотел бы увидеть в русском варианте, это Firefox и CDBurner XP. Скачем исходные варианты сайтов и размещаем по папкам в каталоге Temp. И начнем с Firefox. Переходим в папку Temp. Firefox. Здесь, чтобы узнать ключ тихой установки, можем посмотреть из уже готового списка. Но здесь у нас старая версия 0.8. Мы должны поискать или в интернете, или осмотрим еще один способ с помощью специальной утилиты. Пока найдем через интернет. Задим в Firefox версии 3.6. 13. И нажмем кнопку Google. Нажимаем по ссылке. И поищем наш ключик. Версия 3.0. Нам надо версия 3.5. 3.6. Так вот, если 3.5, ключ NS. Давайте его сразу проверим. Скопируем наш адрес. Так, и здесь у нас команда NS. Запускаем. Запустилась установка. И пока никаких окон не видим. Да, этот ключ. Появился ярлык на рабочем столе. Поэтому укажем ключ NS. Скопируем наше название. И сохраним. Только папку ADDON. Наши программы. Создали. Теперь рассмотрим специальную утилиту для лечения этих ключей. Называется она Universal Silent Switch Finder. Давайте ее разместим в тоже папке Tools. Ее запустим. Здесь нам нужно указать файл, в котором мы хотим узнать сам ключик. Нажимаем на обзор. Переходим в CDBurn XP. И указываем файл. Здесь видим ключ тихого установки. Он имеет такую длину. Скопируем его. И вставим наше поле. Теперь его сохраним. Ок. Теперь добавим наши созданные только что аддоны в наш проект. Переходим в папку ADDON. И ставим наши программы. Единственное, что надо сделать, это небольшую сортировку, так как мы устанавливаем флеш-проигрыватель до установки наших браузеров. Поэтому давайте их перенесем. Плагин предназначен для Firefox. Поэтому ставим вниз. И ActiveX для Internet Explorer. Перенесем его после обновлений. Так. Остальное все правильно. Теперь можем сохранить нашу работу. И идти к следующей задаче. Удаление компонентов. Идти к следующей задаче. Идти к следующей задаче. Идти к следующей задаче.